Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев. Алексей Алексеевич, только Богу известны абсолютно все мысли человека и добрые, и злые. Вопрос в том, наказывает ли Бог за грешные мысли? Очень серьезный вопрос, который касается многих и многих людей и касается самой сути нашей жизни. Священное Писание очень много говорит об этом. Одно из мест, которое приходит на память, мы находим в Послании к евреям, 4 главе, в 12 стихе. Там сказано о силе Божьего Слова. И оно сравнивается с мечом обоюдоострым, который проникает глубоко в человеческую личность. И вот там сказано о том, что оно, слово, судит помышление и намерение сердечно. Это значит, что мысли человека имеют нравственную значимость. То есть они являются носителем нравственного потенциала какого-то человеческой души. Именно об этом говорит Иисус Христос, когда Он предупреждал людей. Он говорил, ибо изнутри сердца исходят злые помыслы, убийства, распри и так далее. То есть сердце человека является генератором нравственности. Оно является генератором того, что делает человека виновным перед Богом, или же делает человека сотрудником с Богом. Тогда, когда человек идет против Бога, или же он сотрудничает, он гармоничен с Богом. И вот внутренний мир как раз-таки и находит свои выражения, или одно из важных, один из важных элементов выражения этого внутреннего состояния, и заключается в мыслях. То есть человеческие мысли. Когда человек думает, когда человек осознает что-то, анализирует, когда он в мыслях может осуждать кого-то, он в мыслях может наполнить быть похотью, мысли могут быть явно греховными. И, конечно же, в Священное Писание, где сказано, что он осудит помышление и намерение сердечное, то человек за свои греховные мысли, конечно же, несет ответственность. Здесь, правда, есть несколько важных деталей, которые связаны с природой мыслей. Во-первых, есть такие мысли, которые возникают у людей как бы против их воли. Иногда это связано даже с какими-то заболеваниями. Иногда это просто особенность человека, когда у него есть какая-то навязчивая мысль, которая возникла в его сознании, и он не согласен с ней. Он не хочет об этом думать. Но эта мысль вот как-то посетила его ум. И он готов от нее отказаться. Когда-то Чарльз Спержин, известный английский проповедник, говорил об этом. Мысли подобны птицам над головой. Вы не можете запретить птицам пролетать над вашей головой. Но вы не позволите ей свить гнездо в вашей голове. Вот так греховные мысли. То есть они, конечно же, могут возникать в сознании. Мы живем в мире суперперегруженном всякими разными греховными вещами. Но когда мы создаем условия, когда мы позволяем этой мысли там задержаться, вот тогда она становится или может стать нашей мыслью. Вот почему Иисус говорил о людях, которые только посмотрят на женщину с вожделением, и он говорит, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть Иисус говорит о том, что как только человек дал место этим греховным мыслям, страстям, желаниям в сердце, вот тогда и наступает человеческая ответственность. Вот тогда и наступает греховность этой мысли. Вот тогда и нужно покаяние, освобождение. Вот тогда нужен процесс обновления мысли. Вот почему мы читаем в Священном Писании очень важные слова, где Библия говорит о том, что жизнь наша христианская в огромной степени связана с трансформацией ума. Мы читаем в Послании к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих, где сказано «Представьте тела ваши в жертву живую, благую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И вот там сказано, чтобы не поддавайтесь влиянию мира сего, но преобразуйте ваш разум, чтобы познавать, какова воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть в этом-то и заключается сущность христианства, что мы изменяем наши мысли, приводя их в соответствии с тем, что говорит Бог. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio.слово.орг или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok